Тацумаса проснулся на несколько минут раньше обычного. Над ухом нудел комар. Вот уже и лето. Пора жечь сушеные лепестки хоризонтемы, подумал мастер. Москитных сеток он не любил, от них такая духота. Маленький кровосос уселся лежащему на кончик носа, готовясь вонзить жальца. Тацумаса осторожно сдул насекомое, ибо никого нельзя лишать жизни, даже комара. Зевнул, с наслаждением потянулся. Смена времен года — это так приятно. Скоро природа умоется прозрачными сливовыми дождями, а потом покроется испаренной жары, которая тоже по-своему прекрасна, ибо располагает к несуетливости. Некоторое время Тацумаса просто любовался игрой теней на сёдзи. Они были пурпурными от заката, а в саду росла береза, и её ветви слегка покачивались под вечерним ветром. Редкое белоствольное дерево, давний подарок одного самурая из северного княжества Мацумая, вытянулось кверху, поднялось над крышей и стало достопримечательностью всего Фазаньева квартала. Усадьбу теперь называли «Домом под березой», а её хозяина — «Сиракаба но Тацумаса» — «Березовым Тацумасой». Это имя ему нравилось. Но вот со стороны улицы донёсся звонкий перестук. Квартальный бантаро шёл по улице, гремел своей колотушкой, извещая жителей о наступлении часа петуха. Пришло время вставать. В коридоре под лёгкими мелкими шагами жены запели доски соловьиного пола. Особый настил, по которому невозможно ступать бесшумно, окружал спальню со всех сторон. Никто не смог бы подкрасться к хозяину дома незаметно. Зная, что муж уже проснулся, О Судзу всё же деликатно кашлянула за перегородкой и лишь потом её отодвинула. Когда разогнулась после поклона, Тацумаса уже сидел на футоне. «Добрый вечер. Как я рад тебя видеть!» — улыбнулся он. Это было правдой. Он всегда радовался, когда её видел. Супруги жили каждой своей жизнью. Жена дневной, муж ночной. Встречались они дважды в сутки, на закате и на рассвете. Радостной была каждая встреча. Нежно улыбалась и О Судзу. Из-за того, что Тацумаса никогда не смотрел на неё при ярком свете дня, морщины на её лице были почти незаметны. Складки на шее едва видны, и жена казалась всё такой же молодой. А ведь она была двумя годами старше. Они прожили вместе потерь.